Это новости на государственном телеканале Западной Армении. Здравствуйте! В этом выпуске указом президента Республики Западная Армения самоотверженные граждане будут награждены орденом по Госнубар. 10 марта председатель Национального совета Западной Армении Арменак Абрамян проведет онлайн-конференцию. Разминирование в Арцахе сегодня продолжается во всех регионах. Гости программы «Армянская мысль» – президент Республики Западной Армении Арменак Абрамян и специалист по этнографическому танцу Гаги Генасян. В оккупированной Западной Армении обнаружены беспрецедентные запасы полезных ископаемых. Две новые пещеры были обнаружены в Малате в Западной Армении. Культура Западной Армении – миниатюрная живопись. Армения представит свое культурное богатство на фестивале Дни наследия Шарджи. Уважаемые соотечественники, имеем честь сообщить вам, что согласно указу номер 91, подписанному президентом Республики Западной Армении Арменаком Абрамяном, а 25 февраля 2022 года отныне преданные граждане будут награждены гражданским орденом по ГОСНУБАР в дополнение к Национальному военному ордену Республики Западная Армения. Эта медаль будет вручена тем, кто своим активным участием и преданностью делу способствовал становлению и развитию Западной Армении, особенно в области культуры, дипломатии, спорта и других областях. Следует отметить, что воинским орденом Острова Креста награждаются те военнослужащие, добровольцы и офицеры, которые с большой преданностью и патриотизмом участвовали в священном деле защиты Родины. 10 марта в 22.30 по армянскому времени и в 19.30 по французскому времени состоится онлайн-конференция «157 лет со дня рождения генерала Андроника Озаняна». Основная тема конференции – 157-летие со дня рождения деятеля армянского освободительного движения генерала Федаи Андроника Озаняна. В ходе конференции будет ссылка на деятельность военачальника, отсутствие которого ощущается в нынешней ситуации. Будет отмечена его роль в армянском освобождительном движении. Будут предложены определенные решения для разрешения ситуации. Для участия вы можете зарегистрироваться по ссылке на нашем официальном сайте. С 27 сентября 2020 года по сегодняшний день саперные группы МВД Арцаха ежедневно продолжают проводить инженерно-разведочные работы, очищая территорию республики от остатков неразорвавшихся боеприпасов. Уничтожение найденных опасных для жизни боеприпасов будет проведено сегодня во всех районах в окрестностях Степанакерта. Напомним, что благодаря работе саперов среди мирного населения в прошлом послевоенном году был зарегистрирован только один случай подрыва на мине. К счастью, пострадавших нет. В эфире телеканала «Западная Армения» первый выпуск авторской программы «Розы Качетси. Армянская мысль», гостями которой были президент Республики Западная Армения, мастер армянских боевых искусств Айчампа Арменак Абраамян и специалист по этнографическому танцу Гагик Генасян. В рамках программы в основном обсуждались возможности внедрения национального танца и боевых искусств в армию. Ожидаемые от этого результаты. Говорили о физической и психологической подготовке солдат, на что сослался господин Генасян, отметив, что национальные танцы помогают сплотиться, действовать единым строем на поле боя. Говоря о случаях 44-дневной войны, господин Абраамян счел возможным подчеркнуть, что повседневный образ жизни определяет, какое сопротивление может быть оказано. Война действительно является святилищем, куда следует идти только подготовленным. Крупнейшие запасы полезных ископаемых обнаружены в Харбертской области Западной Армении. По оценкам экспертов, рыночная стоимость обнаруженных запасов меди составляет миллиарды долларов. Этот регион богат золотом, цинком. Правительство Западной Армении хочет обратить внимание цивилизованного мира на эту несправедливость, что еще раз наглядно показывает реальность того, как незаконно разворовывается огромное богатство, доставшееся нам в наследие, но перешедшее под контроль других. Как долго должна продолжаться эта историческая несправедливость? Во время одного из своих туров по провинции Малатия в Западной Армении фотограф-натуралист случайно обнаружил две разные карстовые пещеры. Одна из пещер имеет длину 50 метров, а другая – 60 метров в глубину. В пещерах небольшое количество сталактитов на полу образовались колонны и скальные образования. Миниатюрная живопись занимает важное место в Западной Армении. Наиболее иллюстрированы Евангелии и другие обрядово-религиозные сборники. Первые дошедшие до нас миниатюры – это образцы VI века. Евангелии царицы Малке, Евангелии Карса и Евангелии Трабзон дошли до нас со времен царства Багратуни и Арцруни. Миниатюрная живопись получила в Киликии небывалое новое качество. Относительно стабильная политическая ситуация в некоторых районах Великой Армении способствовала развитию миниатюрной живописи. С 10 по 28 марта Армения примет участие в фестивале «Дни наследия Шарджи» в Объединенных Арабских Эмиратах. Армения займет центральное место на выставке в Шарджи. Вся наша культура и история будут представлены в павильоне. В составе армянской делегации входит директор Музея истории Армении Давид Погосян, который подпишет меморандум о сотрудничестве с Институтом наследия Шарджи. Далее для вас армянская народная песня. Полная версия доступна на официальном YouTube-канале Западной Армении. На этом я с вами прощаюсь. Оставайтесь с миром.